Ну что ж, добрый день, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш дневной эфир, бизнес-класс, теперь его очередь, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в рамках открывающего завтра форума «Открытые инновации» мы вновь поговорим на эту тему. Прежде всего я представлю гостя, сегодня в студии бизнес-класса Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Добрый день, Олег. Добрый день, Олег. Хорошо у нас сегодня получилось. И будем мы говорить, более детализируя ранее озвученную мною тему, мы будем говорить о регионах России, как им конкурировать глобальные инновационные экономики. Наверняка, да, с точки зрения регионов существуют какие-то дополнительные проблемы, наверное, собственно, об этом мы сегодня и поговорим, это и озвучим. Я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону, либо написав нам по адресу сайта. Все, все приготовления мы сделали традиционно, давайте начнем беседу. Ну, наверное, пару слов все-таки, да, опять нужно упомянуть, начать с этого по поводу форума «Открытые инновации», Олег, пожалуйста. Ну, форум мы уже проводим во второй раз в Москве, это постоянное место его базирования, мы стараемся действительно его организовать как форум глобальный, чтобы мы обсуждали не просто вопросы проблемы, что называется, наши российские местные, но чтобы мы, как Россия, включались в обсуждение вопросов, которые для мировой повестки дня в сфере инновации интересны и в плане конкретных технологий их развития, и в плане институциональных вещей, роль государства, роль международной конкуренции, предпринимательства и так далее. Я считаю, что нам это второй год уже удается, ну, этот год посмотрим, рано уже совсем себя хвалить, но, по крайней мере... Ну, опыт прошлого года уже есть, как минимум, да? Ну, прошлого года уже есть, в этом году, по крайней мере, по составу спикеров мы точно будем не хуже, даже лучше. Лучше, чем в прошлом году? Даже лучше, чем в прошлом году. А есть у нас, кстати, с чем сравнить? Вот подобные мероприятия в мире проходят, да, и они на этом же уровне, или, может быть, выше, ниже, и темы, которые там затрагиваются, они сопоставимы, похоже? Подобные уровни мероприятия, безусловно, в мире проводятся, но они в большей степени носят такой более отраслевой характер. Есть крупные выставки по биотехнологиям и конференции, есть по информационным технологиям, есть специализированные, связанные с интернетом и взаимодействием в рамках интернета. Но вот таких крупных именно в целом по инновациям, по институциональному развитию и по целому набору технологий, которые мы каждый год планируем их немного ротировать, чтобы откликаться на современные тренды, таких, честно говоря, мы в таком виде не видели. Но так же, как у нас Санкт-Петербургский экономический форум, он фактически аналогов, кроме Давоса, и то там так параллели достаточно условные тоже не имеет. Вот и здесь тоже была такая, скажем, попытка создать питерский форум, но в инновационной части. Ну и опять надо говорить, что это удалось. Мы считаем, что да, безусловно. — Хорошо. Я еще раз напомню, наверное, для слушателей мы сделаем это, наверное, в течение эфира еще многократно. Завтра начинается он, насколько я помню, он состоит из трех дней, три рабочих дня. — Ну, два полноценных рабочих дня с деловой программой, один открытый, когда можно будет посетить выставку, собственно. — И там, насколько опять я помню, очень большое значение именно регионам уделяется, да, будет отдельная площадка, касаемая регионам. — Ну, регионы будут активно представлены на выставке, порядка 30, наверное, регионов, вот у меня последних цифр нет, будут делать свои собственные стенды с теми разработками, которые в регионах проходят. Ну и, безусловно, у нас будет круглый стол, большой, продолжительный, в первый день, как раз по конкурентоспособности российских регионов. — Ну вот давайте с этого и начнем, наверное, да, поговорим о конкурентоспособности российских регионов. — В принципе, ну, неоднократно мы тоже эту фразу озвучиваем, в любом, наверное, эфире есть некое различие между центральными, да, там, столичными городами и регионами. Различие, ну, по многим параметрам, и один из этих параметров — это пути развития регионального. Вот очень часто мы наблюдаем, что регион развивается, ну, так называемым традиционным способом, не инновационным, а традиционным. Так вот, что надо сделать или от чего зависит, да, чтобы регион тоже стал на путь инновационного развития? От чего это зависит? — Хороший вопрос, тем более, что именно его мы в качестве одного из основных будем завтра обсуждать, поэтому я, конечно, не буду предвосхищать результаты, но готов сказать свое собственное мнение. — Безусловно. — Два, как всегда, фактора. Первый объективный, второй субъективный. Объективный фактор — это что в регионе есть из предпосылок для того, чтобы регион стал инновационным. Что я имею в виду? Первое, и, пожалуй, там одно из основных — это хорошее образование, имеющиеся научные учреждения для того, чтобы была постоянная подпитка человеческого капитала. Люди инновации делают, изобретают новые технологии и так далее. Без них на ровном месте, безусловно, там инновациями заниматься невозможно. Ну и если есть сохранившийся промышленный потенциал, развитая инфраструктура, то, безусловно, это будет большими плюсами. Ну и субъективный фактор, немаловажный — это позиция руководства регионов, как сами губернаторы, насколько они для себя стали. — То есть, как раньше говорили, роль личности здесь важна. — Роль личности очень важна. В любом случае, в региональном развитии роль личности у нас сейчас, не знаю, к сожалению или к счастью, она иногда бывает определяющей. — Ну, понятно, да. Наверное, да, сложно. Поскольку это субъективность составляющая, сложно сейчас дать оценку, к сожалению или к счастью. И тем не менее, смотрите, вот очевидно, что если два вышеназванных вами параметра совпадают, то все замечательно, да, и регион, ну, по крайней мере, на правильном пути, видимо, все у него будет хорошо. — Хорошо. Если один из этих факторов, ну, в частности, да, давайте с субъективного начнем, человек, который занимает руководящий пост в регионе, вот он передовой, как принято говорить, он все прекрасно понимает, да, он полон энергии, чтобы эту махину сдвинуть. — Ну, нет ни ресурсов, да, образовательных, то, о чем вы говорите, нет ни советской, оставшейся с тех времен еще инфраструктуры, на котором это могло бы, так сказать, плодиться, да, на котором это могло бы развиваться. И что делать ему? — Самый сложный вариант, да. Ну, справедливость, рано сказать, что у нас в большинстве регионов так уж устроено было в Советском Союзе, значит, распределение производительных сил, хоть какая-то наука образования есть. — Вопрос в ее конкурентоспособности и в том, насколько именно та часть науки, там, образования, которая есть, готова сейчас к продуцированию, я бы сказал, там, конкретно конкурентоспособных продуктов, которые могли бы быть выведены на рынок, из которых можно получать... — То есть опять человеческий фактор, да, можно говорить о том, что... — Ну, и человеческий фактор, и политика, которая там в регионе проводилась последние, там, 15-20 лет. Потому что много регионов, вот тут, для примера, приведу Кировскую область, которая там относится скорее к такой категории сложных регионов, да, но при этом там еще в советское время есть задел по биотехнологиям, они сейчас... — Я прошу прощения, Олег, а сложность Кировской области... — Социально-экономическая, имеется в виду. Там нет достаточной степени разности промышленной базы, там нет большого количества природных ресурсов. Это значит, что у них с доходными источниками бюджета не очень все хорошо. Вот, поэтому регион дотационный, и там нет учреждений Российской академии наук, там нет выдающихся университетов, но есть в целом достаточно приличный уровень высшего образования, и оставшиеся с советского времени заделы потенциал по биотехнологиям. Сейчас они пытаются, и даже получается, как раз вот свои конкурентоспособные оставшиеся и вновь приобретаемые там и предприятия, институты в сфере биотехнологии вывести на тот уровень, который позволяет им конкурировать. За этим могут потянуться и другие сферы. Вы говорите, что регион дотационный, ну в частности, если мы Кировскую область обсуждаем, а федеральное правительство, собственно, государство в целом, оно как-то принимает участие, ну помимо тех дотаций, которые выделяются еще, стимулировать, да? Безусловно, принимает участие разными способами, кроме дотаций, которые, собственно, на выравнивание у нас идут, да, на обеспечение какого-то баланса в уровне жизни, по сути, да. У нас есть целый ряд так называемых горизонтальных федерально-целевых программ, которые развивают инфраструктуру и автодорожную, там, и энергетическую, но у нас есть инвестпрограммы естественных монополий, которые правительство тоже старается направлять. Олег, я прерву вас, мы сейчас новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Мы говорим на тему регионов России, как конкурировать в глобальной инновационной экономике. Вообще, это такая достаточно серьезная фраза, да, как конкурировать в глобальной инновационной экономике. Многие послушают, я имею в виду, наши регионалы, и испугаются просто-напросто так много громких и кому-то, может, даже и незнакомых слов. Я напомню, уважаемые слушатели, присоединитесь к нашей беседе. Телефон в студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Олег, продолжим нашу беседу. Собственно, вот по поводу федеральных программ вы начали рассказывать. Да, да. Ну и кроме этого, чем хотел бы закончить, безусловно, инструментов достаточно много. Специализированный инструмент, который в этом году мы впервые опробуем, это поддержка региональных инновационных кластеров. Мы отобрали на федеральном уровне, у нас был большой конкурс, 25 кластеров. Из них 14, так называемых, не знаю, первой очереди, да, кластеры, которые получат федеральное софинансирование. Миллиард 300 в этом году в бюджете на эти цели был заложен. Сейчас мы как раз уже подвели итоги, распределили соответствующие средства, ну распределили как, решением конкурсной комиссии. Где-то в течение двух недель они будут в регионы перенаправлены. Это живые деньги на развитие конкретных инновационных кластеров в регионах. Я понял. То есть идея какая, да, что государство поддерживает. Государство поддерживает, да, по этому поводу переживать не стоит. Иначе тогда я сформулирую вопрос. Опять вернемся вот к этим двум, да, на ваш взгляд, основным позициям. Значит, необходимо иметь инфраструктуру и роль личности выделить в истории. Значит, мы рассмотрели, что есть личность, которая готова, но, к сожалению, нет некой базы. А если посмотреть с другой стороны, вот есть оставшаяся инфраструктура, может быть, даже еще в хорошем виде сохранившаяся, есть образовательная подпитка, а личности вот этой самой, да, у руководства региона нет. Как быть в этом случае? Ну, вот, не знаю, как быть в этом случае. Значит, ждать, когда появится личность. Потому что, ну, здесь два варианта. Если достаточно сильные организации сами по себе, они, наверное, выживут в рамках российского глобального рынка самостоятельно. Никто их, конечно, продвигать не будет. К сожалению. К сожалению, да, радикального роста не будет. Но, в целом, как бы, это нормальная ситуация. Другая ситуация, которая у нас была характерна для некоторых регионов последние, там, ну, не последние, там, 10-15 лет назад, это такая медленная деградация с оттоком квалифицированных кадров. Потому что, конечно, люди, которые занимаются наукой, инновациями, особо ждать не готовы. Тем более, что есть... А отток именно по этой причине, да? Да, есть другие регионы, где их с удовольствием, с руками и ногами оторвут. Умные люди нужны везде. У нас есть несколько точек такой инновационной миграции. Это не только, далеко не только Москва и Санкт-Петербург. Это и Татарстан, Казань, это и Новосибирск, и Томск. Это целый ряд других точек, куда вот с остальных регионов стекаются высококвалифицированные специалисты. Ну, этот потенциал можно очень быстро проесть, если им не заниматься, если он даже есть. Согласен, согласен. Ну, а в принципе, если, да, с такой государственной позицией на это посмотреть, все-таки это не есть хорошо, наверное. Ну, это не есть хорошо. С другой стороны, такой объективный, я бы сказал, процесс. Рыночный, да? Ну, он такой, да. Значит, регион в этом смысле не созрел. У нас все-таки федеративное государство, и центральная федеральная власть не может за каждый конкретный регион решать, что и как ему развивать. Здесь все-таки действительно роль личности в истории, она не просто тут такой, как бы случайный фактор. Он фактор предопределенной конституции Российской Федерации, я бы сказал. Согласен. Хорошо. Давайте тогда посмотрим еще на взаимодействие между регионами, вот не с точки зрения, да, бегства кадров, что называется, а с точки зрения сотрудничества. Вот как регионы могут сотрудничать, если действительно, да, оказывается ситуация, что и тот, и другой регион понимает необходимость инновационного развития, но одного фактора у другого отсутствует, другой фактор. Какое-то взаимодействие здесь возможно? Возможно, более того, это взаимодействие уже во все осуществляется. Создана уже два года назад ассоциация инновационных регионов России, в ней уже 13 регионов, 8 было основателей, 5 уже присоединился за последние два года. Она очень активная работа, ассоциация возглавляет ее сейчас в порядке ротации. Первым председателем был Крес, Виктор Михеорович, губернатор Томской области. Но после того, как он вот сейчас перешел в Совет Федерации, губернатор сменился, сейчас возглавляет Рустам Миниханов, президент Татарстана. Ассоциация очень активно работает, там создан целый ряд комитетов, которые обсуждают и вопросы образования, вопросы инновационной стратегии, вопросы развития кластеров. Назвал буквально несколько законодательной деятельности, обмениваются опытом, ездят друг к другу на конференции, семинары, делают совместные проекты, перенимают опыт в части организации, инфраструктуры, инновации, как технопарки лучше выстраивать, как лучше организовывать взаимодействие малого бизнеса, крупного бизнеса и так далее и тому подобное. Есть двусторонние связи, тоже весьма эффективные. Вот, например, Томская область и Новосибирская область, они в определенной части друг друга дополняют, потому что Новосибирск в большей степени такой индустриализированный регион с крупной промышленностью, Томск больше ориентирован на университетскую науку и на такой малый инновационный бизнес. В этом смысле они очень тесно кооперируются, часть разработок, которая производится в Томске, потом может скоммерциализироваться в Новосибирске и так далее. Более того, даже часть объектов инфраструктуры они делали на двоих в рамках проектов Роснано. Там, например, наноцентр, он распределенный, часть его находится в Томске, часть в Новосибирске, благо там недалеко совсем транспортная доступность. Географически, да, вот это вот их, так сказать, партнерство, оно оправдано. А если один регион, да, и его, условно говоря, потенциальный партнер далеко. Моделей тут бесчисленное множество. Начиная от вхождения в цепочки создания стоимости, если крупные компании, условно, Татарстаны, там, автомобильные или нефтехимические, им нужны для их производства компоненты, которые могут, например, производиться там в Калужской области и так далее, то, безусловно, это предмет для взаимодействия. Плюс, естественно, если мы говорим, там вот сейчас идет такая серьезная работа по формированию, развитию инжиниринговых центров. Если будет создаваться инжиниринговый центр, например, по автомобильной промышленности, он будет создаваться при очень активном межрегиональном сотрудничестве, потому что он, по сути, будет обслуживать сразу несколько регионов с автомобильной промышленностью. А инициатива по созданию таких центров, она от кого? От бизнеса, от государства? Я бы так сказал, совместно, потому что инжиниринговый центр, если крупный по автомобильной промышленности, ни один конкретный бизнес его не вытянет, потому что он достаточно капиталоемкий. Но вот инициатива, с которой опять тот же Татарстан выступает совместно с КАМАЗом о создании на своей базе такого центра, по крайней мере для грузового автомобильстроения, эта инициатива совместна, она поддерживается органами власти, а бизнес в лице КАМАЗа обеспечивает бизнес-составляющую, стратегию и так далее. Но решение, так понимаю, пока обсуждается еще. У нас Министерство промышленности занимается сейчас очень активно развитием инжиниринговых центров. Я думаю, какое-то решение по этому поводу будет. Ну, вот на нынешнем этапе это уже обсуждение технических каких-то моментов или опять нужна еще стратегическая команда, «Ребята, давайте займемся». В целом, по поводу необходимости развития инжиниринга, это уже принятое решение. Есть дорожная карта по развитию инжиниринга. Минпромторг определился сам с регионами, с базовыми точками, где такие инжиниринговые центры целесообразно поддерживают их создание. Вот по конкретному центру, про который я сказал, ну, вот, честно, даже нет последней информации, поскольку я, скорее, отслеживаю так отдаленно, что там происходит, нежели чем принимаю тут решение, есть Минпромторг. Понятно. Ну, главное, опять-таки, то, что вы озвучили, то есть стратегическое решение необходимости подобных вещей, оно озвучено. Да, да. В этом смысле мы будем двигаться дальше. Хорошо, у нас осталось немного времени до следующего перерыва, поэтому я, если позволите, еще раз напомню, что мы сегодня говорим на тему регионов России. У меня в гостях Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. И у вас, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, либо написать нам на сайте финам.фм. А сейчас прервемся в эфире рубрика «Вне времени». Итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на финам.фм. Мы сегодня обсуждаем тему регионов России, как конкурировать в глобальной инновационной экономике. Я представлю вновь своего гостя в студии бизнес-класс Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Можете позвонить или написать, задать свой вопрос. Ну что ж, давайте продолжим, Олег, наш разговор. Если можно о каких-то технических моментах, да, интересно всегда поговорить. Мы в общих чертах, да, как это выглядит, да, где об этом можно послушать. Даже мы проанонсировали и еще раз это сделаем. А в принципе, на ваш взгляд, насколько тяжело, насколько особенно, да, построить и вести инновационный бизнес именно в Российской Федерации, как вы думаете? Да, понятно, с чем сравнивать, да. Если сравнивать с Африкой, с отдельными странами Азии, то, безусловно, легче, да. Гораздо, гораздо. Но с ними сравнивать в этом смысле смысла, конечно, никакого нет. Инновации они тут, либо они есть, либо их нет. Знаете, и тяжелее, и проще. Тяжелее в каком смысле? Инновационный бизнес тоже бизнес. Мы все прекрасно знаем, там, а те, кто занимается бизнесом, знают на собственной шкуре, что вести бизнес у нас достаточно пока непросто, к сожалению. Новость последних дней очень хорошая, что мы в рейтинге Doing Business поднялись сразу на 20 позиций, там, со 112 на 92. Очень хорошая новость, но 92, это сама по себе тоже не очень хорошая новость, да. Задача поставлена амбициозной, будем надеяться, что мы их все-таки решим, но, тем не менее, инновационный бизнес тоже бизнес, у него те же самые проблемы с подключениями, стройка, таможня и прочее, прочее, весь наш набор, административные барьеры там. С другой стороны, инновационному бизнесу в этом смысле, ну, как, и проще, сложнее, чем обычному. Сложнее почему? Потому что инновационный бизнес связан с большими рисками всегда. Это значит, что нужно искать деньги и заемное финансирование собственное подпроекты, которые с высокой долей вероятности могут пропасть. Не получится. Есть небольшая вероятность, что ты выиграешь, выиграешь сразу много, но есть очень большая вероятность, что ты потеряешь эти средства. Но венчуры понимают такую позицию, слава богу. Венчуры понимают, да, слава богу. Но у нас, да, в этом смысле и венчуры еще недостаточно много. Он в основном приходит в сферу IT и почти не приходит пока в другие сектора. И, с другой стороны, банкам этого тоже не понять. А у нас там очень часто заемные средства, безусловно, там получается в банковском секторе. Вот. Это сложность по сравнению с традиционным бизнесом. Но есть и, что называется, хорошая новость. Связана она с тем, что все-таки государство в отношении инновационного бизнеса старается сделать отдельный режим. Во-первых, этот режим связан с так называемой инновационной инфраструктурой. Строятся технопарки, где размещаются малые инновационные компании, где есть уже вся инфраструктура, в том числе образовательная, конференционная и прочая. Лабораторная инфраструктура. В этом смысле издержки на начало собственного бизнеса для инновационных компаний значительно ниже. И создана целая сеть институтов развития, которые мы выстраивали по принципу возможности финансирования любого проекта на любой стадии. То есть, условно, для каждого предпринимателя в инновационной сфере, если он хочет заниматься инновациями, всегда найдется какой-нибудь из институтов развития, который именно для его проекта, для его размера проекта, какой-нибудь инструмент да имеет. Начиная от идеи, значит, для которых у нас есть фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Длинное название. Длинное название. Ну, его руководители в этой студии как раз несколько дней назад. Просторечие, да, фонд Бортника, все фонд знают, они как раз финансируют, что называется, со стадии идеи до стадии появления хоть какого-то там бизнес-составляющего. И дальше у нас есть Исколково, который дает гранты стартапам, и фонды РВК, в том числе посевной фонд, который тоже предназначен для оформления бизнеса, перевода его уже в конкретную бизнесовую форму. Ну, дальше начинается венчур, Роснано, ВТБ, говорю, ВЭБ, и целый ряд инструментов на уровне регионов. То есть здесь у инновационного бизнесмена гораздо больше выбор таких вот льготных инструментов финансирования, его могут сопровождать, оказывать содействие, значит, и так далее, и тому подобное. Безусловно, это не снимает всех проблем нашей институциональной среды, но, по крайней мере, для инноваций облегчает вот начало ведения бизнеса. Можно говорить, да, что именно то, что этот бизнес в сфере инноваций, именно начало, да, начало, так сказать, затевания этого бизнеса, оно упрощается во многом, а потом, когда человек уже, бизнесмен уже, да, начинает оперяться, то он попадает в те же самые условия, что любой другой бизнесмен. Да, вот это есть действительно такая проблема, как только ты выходишь из категории малого и переходишь в средний, начинаешь вести полноценную бухгалтерию и прочее, прочее, а то попадаешь, конечно, на все наши удовольствия, с которыми мы, опять же, замечу, все-таки, на мой взгляд, уже научились постепенно бороться, и, по крайней мере, вот те тенденции, которые последние 2-3 года есть в улучшении бизнес-климата, нам кажется, они объективны и вызваны не просто тем, что Всемирный банк как-то так по отношению к нам хорошо перестроил свой рейтинг. Да, то есть на основании рейтинга, да, изменения положения в рейтинге сразу все изменилось вокруг, стало голубым и зеленым, да, согласен. Олег, если можно, опять, ближе к деталям, вы, кстати, говорили, да, что инвесторы охотнее идут в IT-технологии, да, в IT-бизнес, менее охотнее, в какие-то другие отрасли, зависит ли это от количества, да, новых инновационных идей вот в разных отраслях, именно потому, что здесь деньги финансированные найти проще, лучше я займусь этим? В определенной степени зависит, но вот в отношении IT это, скорее, не главный фактор. Главный фактор в отношении информационных технологий, почему инвесторы туда с большим удовольствием идут, потому что сфера, которая может очень быстро в потенциале принести отдачу. Интернет-проект, если он успешный, или IT-проект в целом, не фокусируясь на интернете, может уже через 2-3 года, значит, позволить инвестору сделать успешный выход, капитализироваться, перейти на следующий проект. Вот этот очень короткий, как бы, цикл получения венчурным инвесторам уже отдачи на вложенный капитал, да, он и обуславливает такой интерес. Безусловно, с машиностроительными компаниями, с биотехом, с нанотехнологиями, с life science в целом, там не только биотехом, а вообще с медициной работать в этом смысле дольше, сложнее. Там жестче регулирование, например, в части биотехнологии, биомедицины. Дольше разработки находят свое применение на рынке. И здесь пока мы не видим такого ажиотажного спроса со стороны частных инвесторов на российские стартапы. Поэтому мы, например, в частности, совместно с РВК, стараемся переориентировать те инструменты, которые у РВК есть, в плане софинансирования, создания венчурных фондов, в первую очередь на те сектора, которые недофинансированы. Потому что частных венчуристов сейчас в IT очень много. Россия там чуть ли не первая по скорости наращивания венчурных инвестиций, четвертая в Европе по размеру венчурного рынка. Но в подавляющем большинстве случаев это все IT. Да. И опять ситуация, если больше широко на нее посмотреть, напоминает традиционную ситуацию с инвестициями, в принципе, в России. То есть очень много спекулятивного капитала, очень много коротких денег, длинного финансирования на IT по разным причинам. И вот здесь, я так понимаю, не исключение инновационной сферы. Ну, я бы не назвал венчурные инвестиции спекулятивным капиталом. Скорее, венчурное сообщество, комьюнити, да, как оно там в просторечии, что называется, присматривается сейчас к российскому рынку и начинает с самых простых и понятных для них проектов. Правила — это интернет-проекты. Сложнее, как я сказал, работать с другими отраслями. Вот... А, кстати, возвращаясь к венчурному капиталу, это действительно не всегда российский капитал? Ну, я бы так сказал, в подавляющем пока объеме это как раз не российский капитал. Да, это крупнейшие мировые американские и европейские венчурные фонды, которые стали всерьез рассматривать возможности вложения в российские стартапы в сфере IT на фоне в том числе успешных достаточно проектов, которые в последнее время там были выведены на рынок в США. Олег, да, если можно... Которые были родом из России, там, как те же Evernote, Parallels, капитализация Яндекса, там, выход на площадки торговые и так далее. То есть Россия в смысле IT уже достаточно давно воспринимается таким глобальным игроком, и стартапы, IT-стартапы из России пользуются у венчуристов большой популярностью. Это здорово. То есть я хотел уточнить, да, это не потому, что иностранным фондам нечего найти у себя, да, в пределах собственной конфедерации? Нет, вовсе не потому, а потому что российские стартапы вполне себе конкурентоспособны на глобальном рынке уже сейчас. По поводу, ну, наверное, прежде всего, по поводу заинтересованности инвестора глобального или российского, как этот интерес повысить, как спрос на российские, да, стартапы увеличить в их глазах, на ваш взгляд? Ну, вопрос сложный, да. Конкуренция на мировом рынке за привлечение инвестиций, она очень высока, и здесь мы боремся же не только с Европой, но и с очень быстрорастущей Юго-Восточной Азией, с Индией, с Бразилией, с той же самой, с нашими коллегами по БРИКС. Ну, рецепты тоже давно испробованы. Это продвижение своей страны, значит, своих компаний на глобальных рынках и в рамках разного рода межгосударственных, межправительственных структур и через поддержку экспорта, через роуд-шоу и разные бизнес-визиты, когда там российские компании вывозятся, например, там в ту же Кремниевую долину, в Бостон и так далее, и для них подыскиваются соответствующие инвесторы. То есть здесь вот таких целенаправленных вещей достаточно много, мы стараемся их делать совместно с институтами развития, но, безусловно, одним из основных факторов остается некое общее восприятие России, российской экономики, как экономики привлекательной для того, чтобы делать бизнес в целом. Потому что пока у нас, к сожалению, есть имидж страны, в которой бизнес делать не очень хорошо. Пока мы от этого бизнеса, бизнеса, имиджа не избавимся, нам привлекать инвесторов, безусловно, будет сложнее. Можно поговорить, ну, или, по крайней мере, несколько тезисов на эту тему, что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь или в принципе, чтобы этот имидж изменить? Знаете, это очень глобальная, долгоиграющая тема. Да, я сошлюсь здесь, наверное, чтобы действительно не отвлекать нас с вами от инновационной тематики и двух дней форума. Сошлюсь на то, что у нас есть целый ряд дорожных карт, которые совместно с бизнес-сообществом правительства прорабатываются, так называемые дорожные карты ОСИ, агентство стратегических инициатив. И оно затрагивает самые болезненные для российского бизнеса вещи, связанные с непроизводительными издержками. Это те же самые таможни, разрешение на строительство, общая регуляторика, конкуренция. Там вот я сейчас на память не вспомню, сколько этих дорожных карт, но, по крайней мере, каждая из них была инициирована самим бизнесом, и в рамках каждой из них есть конкретные шаги, что нам делать для того, чтобы по данному направлению бизнес не испытывал никаких серьезных обеспокоенностей. Мы по этим дорожным картам движемся, но они рассчитаны, как правило, на 2-3 ближайших года. Ну, 2-3 это не так много, если они реализуются за этот срок. Это не так много, при том, что меры, которые там предусмотрены, они очень масштабные, да, и уложиться бы в 3 года. Да. Ну, то есть можно сказать, да, что задача, ну, существенно изменится, если решаться, ну, основной набор дорожных карт. Спасибо, Олег. Еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш эфир. Ну, что ж, друзья, мы продолжим эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Регионы России. Как конкурировать в глобальной инновационной экономике». Я напомню, что эту тему мы обсуждаем в рамках открывающего завтра форума «Открытые инновации». У меня в гостях Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Еще раз напомню, телефон студии 65 1099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Олег, давайте вернемся к теме регионов. Ну, опять-таки, подчеркну, да, мы говорим о глобальной инновационной экономике, подразумевая, да, что, собственно, конкуренция в этой отрасли, да, она через границы проходит. Так вот, давайте поговорим о том, как конкурировать регионам в рамках этой глобальной экономики, что можно позаимствовать у бизнеса, например, потому что у нее наверняка опыт такой конкуренции уже есть. Да, безусловно, опять же, такой же вопрос будет обсуждаться на самом круглом столе. Мы послушаем, будет такая возможность, что сами губернаторы, причем губернаторы регионов реально конкурирующих уже на глобальном рынке по этому поводу думают. Ну, здесь, смотрите, вообще конкуренция регионов на глобальном рынке сама по себе очень интересная категория, да, потому что мы привыкли, что есть конкуренция между странами, но когда конкретный регион выходит на глобальный рынок, он сталкивается там и с проблемами, которые для стран, с одной стороны, характерны, с другой стороны, характерны даже для бизнеса иногда. Да, поэтому регион, когда пытается начать активно свои собственные компании продвигать на мировом рынке, привлекать инвесторов на свою территорию, он вынужден здесь пользоваться как инструментами, которыми пользуется обычное государство, то есть политическими. А у него есть такие полномочия очень интересные? Полномочий самостоятельно их делать, пожалуй, что и нет, но здесь всегда есть помощь, поддержка со стороны федерального центра и в лице Министерства иностранных дел, и в лице нашего министерства через торговое представительство. И мы всегда готовы здесь оказывать любую дипломатическую, экспертную и прочую поддержку, чтобы регионы продвигать. Это как раз небольшая проблема, было бы у регионов желание. Желание, да. Да, и есть часть инструментов, которые, безусловно, регионы и могут, и заимствуют у бизнеса. Ну, в первую очередь, это касается маркетинга, продвижения бренда собственного региона. Безусловно, он очень тесно связан с имиджем страны и с брендом страны. То есть, по крайней мере, регионам из стран, у которых очень хороший инвестиционный имидж, которые воспринимаются как такие инновационные страны и так далее, гораздо проще привлекать на свою территорию компаний, которые связаны с инновациями. Странам более развитым в культурном отношении, с имиджем культурных стран, гораздо проще привлекать, условно говоря, культурологическое, культурное сообщество и так далее. Вот нам в этом смысле, нашим регионам сложно. Каждому региону приходится объяснять, что, несмотря на то, что в целом в стране бизнес вести достаточно сложно, вот именно в нашем регионе это не так, и у нас все гораздо лучше. Но, по крайней мере, с чем проблем не возникает за рубежом, это с осознанием высокого уровня инновационного потенциала и с высоким качеством человеческого капитала в стране. То есть, это все понимают, и все международные компании, которые у нас работают, отмечают это в качестве одного из главных факторов. То есть, с этим нашим регионам работать проще. Второе, что может использоваться и используется вовсю, это партнерство. Партнерство как с регионами внутри России для совместного вывода своих компаний, привлечения инвесторов, просто проще издержки раскладывать, что называется, на двоих, на троих, так и партнерство с регионами за рубежом, для того, чтобы можно было совместные проекты устраивать, встречные визиты, бизнес-сообщества и так далее. В советские времена, я вспоминаю, это называлось города-побратимы. Да, но они, города-побратимы все-таки были практически не завязаны на бизнес. Это культурные такие, да, да, да. То есть, это скорее культурные связи, это выход нас из-за железного занавеса, люди должны видеть людей. Да, 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 тянуться друг к другу, совершенно верно. Бизнес-задачи там не ставились. Бизнес-задачи там не ставились, да. Я понял, я понял. Хорошо, хорошо. Вернемся опять. Кстати, вот по этому поводу вы говорили, что будет специальный, да, специальный вопрос. Даже не вопрос, а специальные мероприятия на форуме, да, когда вы будете выслушивать губернаторов, они будут делиться. Ну, это будет один из вопросов на нашей региональной сессии. Он как раз вот из нескольких составляющих, здесь есть конкурентоспособность, и как выходить на рынки. Да, да, просто очень любопытно. Но я понимаю, что, наверное, да, впереди паровоза мы не успеем забежать, не сможем забежать. Было бы интересно действительно послушать какие-то конкретные примеры, как губернаторы решают такие вопросы. Ну да ладно. Собственно, у кого такое же желание возникло, он может вполне спокойно прийти на форум и послушать. Ну, не уверен, что вполне спокойно прийти на форум, потому что все-таки там была регистрация участников, какая-то плата даже была за участие для... не спикеров. Но по опыту прошлого года есть трансляция, во-первых, онлайн основных мероприятий форума, и на сайте, я думаю, можно будет знакомиться потом с записью практически всех круглых столов. Поэтому даже те, кто не смогут прийти, у них будет возможность... Да, кто не успел зарегистрироваться, да, тем не менее, возможность такая есть. Я согласен. Еще один вопрос, касаемый непосредственно нашей сегодняшней темы. возвращаясь, да, к этому разговору о инвестиционном бизнесе в России, если можно, ну, на ваш взгляд, по крайней мере, некая пошаговая инструкция, как этот бизнес построить, с чего надо начать, чем надо продолжить, в каком месте здесь, да, возникает необходимость для инвестирования, или это первый вопрос, может быть, сначала найти надо деньги, потом уже что-то придумывать, как вы думаете? Я могу вам сказать только свое личное мнение, причем я не считаю себя экспертным, поскольку я все-таки ни одного инновационного бизнеса лично не начинал, а вот когда чиновник, значит, кого-то пытается учить жизни, да, всегда не очень, на мой взгляд, правильно. Я согласен, тем не менее, вы честно общаетесь, да, и у вас есть огромное количество примеров наверняка, да. Безусловно, ну, все же должно начинаться с конкретной идеи, да, если в вашем бизнесе нет идей, а есть желание просто получить деньги, то это, конечно, не про инновации, это вам не надо никуда ходить, это вы пытаетесь, там, заниматься торговым бизнесом, и это тогда не про нас. Если у вас есть интересная, там, идея научно-техническая, там, процессная, продуктовая, там, так далее, и вы видите ее рыночные перспективы, это ключевая вещь, на самом деле. Идей много хороших, красивых, но чтобы сделать инновационный бизнес, да, нужно понимать, на какие рынки, на кого эта идея сориентирована. Нужно изначально уже оценивать все бизнес-перспективы. Значит, а дальше, ну, у каждого инноватора, что называется, свой рецепт успеха, что мы можем предложить? Мы можем предложить вот все тот же набор институтов развития и той поддержки, которую я сказал, это грант фонда Сколкова, это гранты, которые фонд Бортникова дает как раз там для начинающих, значит, инноваторов, и там есть программа «Умник», которая как раз посвящена молодежи, которые со своими идеями пытаются... Да-да, и, насколько я помню, на уровне еще средней школы, да, по-моему, или студенчества. Ну, там студенчество, скорее, ранее, студенчество, да. Вот здесь, кстати, готов отрекламировать, мы с большими тут сложностями, усилиями все-таки запустили сейчас портал координации инновационной политики. Мы, я имею в виду Минэкономразвития, адрес его innovation.gov.ru, на котором можно будет, и сейчас уже можно посмотреть, те инструменты, которые государство готово предоставить начинающему инноватору, в зависимости от того, чем он занимается. Там даже есть навигатор инновационной поддержки на этом портале. Мы этот портал, безусловно, будем дорабатывать, не считаем сейчас его идеальным, но, по крайней мере, его уже можно использовать и давать нам реакцию, что в нем можно совершенствовать. Там мы постарались максимум информации по поводу того, в каких регионах какие элементы инфраструктуры уже созданы, где какие технопарки есть, в каких университетах какое лабораторное оборудование, какие крупные компании у нас занимаются программами инновационного развития, что в их программах инновационного развития предполагается делать, чтобы малый бизнес мог ориентироваться на это как на спрос. И целый ряд других вещей. То есть, ну, здесь каждый, опять же, ищет свой собственный подход. Есть совсем простой вот в сфере IT-выход. Это интернет безграничен. Сразу, если у вас удачный продукт вышли в интернет, значит, он пошел, инвесторы там... — Выстроились в очередь, как такие случаи говорят. — Выстроились в очередь, но это... да. — Да. Это очень-очень-очень редкая ситуация, поэтому... — Из разряда мечт все же, да, скорее всего. Я понял. Спасибо огромное, Олег. Смотрите, у нас осталось буквально несколько минут. Давайте, ну, может быть, некий анонс такой, опять, да, в отношении форума открытой инновации, который, повторю, завтра стартует. Скажите несколько слов. — Ну, во-первых, те, кто зарегистрировался и придет на форум, я вас поздравляю с тем, что вы придете на очень интересное событие. Ну, действительно, самое крупное, самое интересное событие в инновационной повестке дня в России за целый год. Тем, кто не смог этого сделать, мы всех приглашаем смотреть онлайн-трансляции, смотреть, что будет в прессе по итогам форума. Потому что тема инновационного развития для нас, она, вот уже многократно говорили, это не какие-то такие фишечки-примочечки при нашей там общей сырьевой экономике. Для нас на самом деле вопрос долгосрочного выживания. Потому что даже сырье, которое мы хотим добывать, оно добывается все с большей, что называется, кровью и все с более высокими технологиями. — Совершенно верно. Требует все большего и большего. — Абсолютно. Поэтому все приглашаются на форум, следите за ним. Мы его будем делать с каждым годом все лучше и лучше. — Ну, я уверен, что это так и будет. — Спасибо. — Поэтому, спасибо вам, Олег, да, поэтому для вас, уважаемые слушатели, я хочу раз напомнить, еще раз подчеркнуть даже для тех, кто успел зарегистрироваться, да, тех мы поздравляем, кто этого сделать не успел, не надо огорчаться. — Не надо огорчаться. — Возможность приобщиться к высокому у вас все равно есть, да, либо вы это делаете в онлайн-режиме, либо вы это сделаете через некоторое время, почитав прессу. Ну что ж, спасибо огромное еще раз. Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, был сегодня в студии бизнес-класса. Мы говорили на тему регионов России, как конкурировать в глобальной инновационной экономике. Делать это не просто, но, возможно, это самое главное. — Спасибо. — Спасибо, Олег. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.